МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сфера. Одна из самых распространенных форм в природе. Сфера несет в себе массу символических значений. От составных частей атома до больших небесных тел. Меня зовут Азамат Ергалиев. И сегодня я хочу рассказать вам о том, как сфера становится выражением экологической миссии Казахстана, имеющей значение для будущего всей планеты. В эфире программа ЕЛЁРДА и ее специальная рубрика 2017, в которой мы рассказываем о предстоящей всемирной выставке Экспо в Астане. Участок на левом берегу реки Есель. Территория будущего Экспо-сити. Строительство запланировано в квадрате улиц и проспектов Кабанбай-Батара, Хусейн-Бенталал, Орнбор и Рыскулова. Площадь Экспо-сити более 173 гектаров. Из них 25 гектаров выделены под центральный выставочный комплекс. А на территории в 148 гектаров будут расположены объекты социальной инфраструктуры. Уже сейчас ценители Экспо всего мира наконец могут узнать, каким будет центральный ансамбль Экспо-сити в Астане. 22 октября 2013 года были подведены итоги международного архитектурного конкурса на лучшую эскиз-идею выставочного павильона. Победителем конкурса признана работа американских архитекторов. На специальной пресс-конференции авторы проекта представили свою идею, а также продемонстрировали макет будущего выставочного комплекса, в центре которого размещен казахстанский павильон. Разработчикам удалось гармонично связать новый символ Астаны с уже известными достопримечательностями – монументом Байтирек и зданием Назарбаев университета. Так Экспо станет неотъемлемой частью столицы. Следуя необходимости скомбинировать красоту и функциональность, мы создаем проект, которого никогда не было. Органичная форма проекта призвана напоминать об энергии ветра и солнца. Это является по-настоящему важным аспектом в плане видения важности природной энергии. В центре мы расположим сферу, которая будет символизировать важность Казахстана в повороте на 360 градусов всей его нынешней энергетической политики. Все остальные символы Экспо будут расположены вокруг и символизировать Казахстан в целом. В центральной сферической части будет расположен павильон Казахстана. Именно он станет символом Экспо-2017. Его площадь 24 тысячи квадратных метров. Вокруг сферы будут расположены тематические павильоны. Мир энергии, энергия для жизни, энергия для всех, моя энергия будущего. Площадь каждого павильона приблизительно 4 тысячи квадратных метров. На долю международных павильонов приходится 95 тысяч квадратных метров. Более 100 стран-участниц представят свои павильоны на выставке. В проекте предусмотрена площадка для культурно-развлекательной программы Центра искусств. Кроме того, будет выделена зона для экспонирования лучших примеров использования альтернативной энергии. А для конференции и форумов предусмотрен Конгресс-центр. Примечателен следующий факт. Проектируя павильоны по форме и по размещению, авторы брали за основу герб Республики Казахстан. Среди преимуществ проекта и то, что он полностью отвечает концепции Экспо-2017. Все сооружения выставки будут самостоятельно создавать энергию, получая ее от ветра и солнца. Предусмотрена умная транспортная система, которая будет включать заправочные станции для электромобилей от возобновляемых источников энергии. Проект выставочного комплекса интересен еще и тем, что он не является чисто демонстративным объектом. Авторы позаботились о том, чтобы уникальные здания работали на благо Астаны и Казахстана после проведения Экспо. Каждый объект – это суперсооружение, в котором собраны передовые знания и технологии. Вместе они формируют бесценное наследие для Казахстана и всего мира. Экспо-2017 – это шаг в завтрашний день. Это возможность заглянуть в будущее. Уже через три года Ель-Орда станет площадкой достижений всего человечества. И для казахстанцев это редкий шанс изменить мир к лучшему, начиная с самих себя. Субтитры создавал DimaTorzok